Всем привет, всем привет. Смотрите, где я нахожусь. Это у нас ЖК Аллы Паруса. Да, тот знаменитый ЖК. Бизнес-классы, типа все дела. Прикольно, красиво все, место тоже нормально по географически. Но мы сейчас сюда пришли, чтобы там какие-то вести переговоры с Кариной, Шуригина Карина, по поводу некачественных услуг. И представляете, пока вот наш агент учился там у нее, свободно проходил на вопрос, типа вы куда? В карт. У них там какая-то большая компания карт. И без вопросов пропускали. Здрасте, записано. Карта школы. Да, да, да. А, ну мне даже паспорт, да? Окей, все, понял. Сейчас приходим, такие взяли претензию. Вот она, в руках претензия. На КПП подошли вы куда? Ну, в карт. Давайте проверим по спискам, как фамилия. Представляете, раньше такого не было, а сейчас появилось. И в общем, в тот прикол, что нас не пропускали. Мы в шоке, а тут внутри магазины, пекарни, аптеки. Представляете, это все публичная оферта. А они не пропускают. В общем, мы прошли обманными путями. Мы сказали, что мы идем в супермаркет. Мы туда, он говорит. А что, у вас заявка где? Я говорю, какая такая заявка? Я же в магазин иду. А вы кто, типа, и все такое. Ну, начал кошмарить, как всегда, знаете, эти вахтеры кошмарят. В итоге, конечно, он позвонил в магазин и спросил, можно ли меня впускать. Я сказал, ну ладно, пускай заходит. Вот такими чудесными путями мы еле-еле зашли. А нам бы Шурыгину-Карину получается? Она на месте? Ведет курсы, да? Если, девчонки, возникают вопросы, вот это мой инстаграм. Сюда можно писать директ. Там работает моя помощница, поэтому все вопросы по курсам, по оплатам, по сертификатам, она отвечает. То есть это отвечаю не я, что ли? А есть у нас, значит, Чапакова Ольга. Или Чапакова. Как правильно? Ракуницы нету. Кто его заменяет? Кто ответственный? Претензии принимает? Кто работает с потребителями недовольными? Вот, видите, ответ из департамента образования о том, что у вас нет лицензии на преподавательскую деятельность и вы незаконны. А, ну вот. Ну, просто не было на тот момент, когда учились и мы, и многие другие люди. Поэтому, собственно, пришли поговорить на эту тему. А кофе у вас можно попить? А то так холодно до вас забирались. Тут же простых смертных к вам не пускают. Чай. Кофе. Кофей. А? Разрешение на везем. А что такое? Ну, что у вас закричина. У вас закричина? А почему? Каким законом? Каким законом? Каким законом. Да? Ну ладно, если я вам дам разрешение, вы мне разрешите снимать. Да? А у вас есть разрешение на веземку? Да. Не везем? Не везем? Ох, тогда честно. Тогда справедливо. А что вы переживаете так? Мы? Да. Да. Давайте я прямо у тебя. Нет, нам сказали, вот дяденьку мы ждем. А вы можете меня ждать. А вы кто? А я Екатерина. Екатерина? Да. А, Чапакова Екатерина. Так вы же делаем директор как раз. Давайте. Да. Ну, суперски. А, давайте я вам сейчас покажу. Вот смотрите, какое у меня разрешение на съемки. Отлично. Красота прям. Очень красивая. Кем она выглядит? Это из Кемерово, ребята? Не будь инертные. Да. Готовили вот это вот долго-долго. У меня еще и удостоверение есть. Роспозор-надзор. Интересно. Я не знаю, такую организацию. Отлично. Ну, она есть у меня. Хорошо. Камера выпущена. А она разве работает? Я не знаю, она будет проверить. Нет. Вы лучше не трогайте чужую вещь. Хорошо. А то еще ответственность будет. Да, выточите ее. Бежите, бежите. Это не видеосъемка. А это какая съемка? Ну, держась. Ладно, смотрите. Нет, давайте разберемся. Какая это съемка? Это? Это звуковая съемка. Звуковая съемка. Тогда выключите, пожалуйста. Почему я должен что-то выключать? Я же вам не говорю, снимите штаны. А почему вы должны здесь все снимать? Мне нужно обязательно, смотрите, это же какие-то правоотношения. Да, я отвечаю. Правоотношения мне обязательно нужно. Знаете, как бывает? Я вам объясню. Знаете, как бывает? Бывает, даже регистрируют, как его, руководитель берет и регистрирует в журнале входящие обращения. А потом журнал куда-то пропадает. Нет, у нас ничего не будет. А на суде когда разбираются? А, они не давали претензий. Нет, я все в суде не принимаю. Как это не принимаю? Ну, это вы, наверное, никогда не судились просто. Судились. Да? Иван так судя сказал? Да. Ничего себе, обманул, наверное, вы. Даже разрешение на видеослепку сначала. Нет, такого не бывает. 152 статью загляните Гражданского кодекса, первую часть. Обязательно. Если бы вы хотя бы рассудились, тогда бы знали, что вы ерунду сморозили, конечно. На камеру вам говорю, смотрите, это две копии. Одной претензии. Одна вам? Еще раз говорю. У вас разрешение на видеослепку. Так я же вам претензирую. Вот эту бумажку? Да. Вот эту бумажку? К сожалению, у нас законно не регламентировали. Давайте я ее возьму у вас. Нет, нет, нет. Как в смысле нет? Это нельзя, это же моя собственность. Ну что? Вы случайно порвете. Вы случайно порвете. Случайно порвете. Как потом? Не понимаете, это не каждый человек ничего. Вы хотите спуткать? Нет, я не порву. Да, конечно. Да, значит. Вы можете включить видеофиксацию, да и все. А Роспозорнадзор надо вам? Нет, вашу бумажку у меня нет. Подостоверение у меня есть. Нет, бумажка вот эта у вас. Это ксива прям, удостоверение. Да, ксива. Запавите, я ее тоже. А вы хайп ловите? В смысле хайп? Это вы хайп ловите? Обычно добрые люди никогда ничего не спорят. А вы прям хайп ловите. Ссылаетесь, что судья не принимает. Прям на ходу придумываете какие-то вещи. Точно хотите хайп? Кем вы там? Я же говорю, ребята из... Не будь инертны, ребята из Кемерово прислали мне сегодня. А где вы ее получали? Не будь инертны, послали. Ну это такие ребята, они занимаются правозащитной организацией. Вы не имеете права не останавливаться. Так вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Давайте, вы сфоткали? Смотрите, вас Катерина зовут, да? Я немножко видел остальные документы, видел вашу печать, подпись на договоре. Максим, слушай, ну вы снимать нельзя, потому что не снимают. Смотрите, Максим, объясню, в чем фотос. Нам просто зафиксировать, что у нас приняли претензии и все. Да, спасибо большое. Афиксируйте, пожалуйста, и камеру уберите. Ну не вам решать, кто что будет делать, согласитесь? Вы делайте в своем, в своем этом, как его, в своем дозволении. 29-ю статью Конституции, 4-й пункт тоже откроете. Ой, я сладкий, не любую девушку, спасибо, приподлили. Ну ладно, не специально верю. Вы присядьте, присядьте, пока мы садимся, просто присядьте. Да, я не буду садиться, я вон разговариваю. Нет, я не в себе. Если есть сомнения, вызовите скорую, полицию, там, я не знаю. Нет, просто присядьте, спокойно. Мы сейчас все посмотрим и решим. Да, вот, вот, смотрите. Вы так не стараетесь? Вы зря стараетесь тут как-то меня оскорбить? Я вас не пытаюсь. Потому что если я начну так же, будет, 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 вот как раз будет дико и некрасиво. Смотрите, я говорю громко, чтобы было слышно. Так я вас прошу на полку. Претензии, претензии. Вот так и говорите, присядьте, присядьте, попейте что-то. Я эмоциональный? Замечательно, зато главное честный. Смотрите, это претензия. Вам просто нужна информация для вашего блога. Ну, замечательно, тем более. Вот, вот, что вы делаете? Конечно. Я вас знакома с вами. Замечательно. Тогда вообще не знаю, зачем вы предваряетесь, что, типа, нельзя с видеосъемку и так далее. Я не предваряю. Вы, люди пришли. Откроют, не предваряйте. Хотите, посидите, подкройте. Нет, не буду. Да, смотрите, вы просто вот скажите, вот, примите, пожалуйста, претензии. Обещательно, конечно. Я могу вам объяснить в устной форме. Я могу мне объяснить, я просто поставлю вам печать и подпись. Смотрите, я просто не рассказал. Я вам файлик и бумажку дал. На файлике как раз написано, что у вас нет лицензии и что, по сути, свидетельство, вы обязаны нести лицензию. Мы просто возьмем сейчас, что мы приняли ваш документ. Да, да. Входящий номер во сколько, естественно, именно на моей, на своей это не нужно. Вот, оказывается, люди все знают, подготовлены. Поэтому, наверное, они и устроили этот цирк на КПП. Нормально. У меня было такое. А? У меня было такое. Ну вот, после спеца, после этого. После этого сделали. Нет, у нас всегда. Да нет. Как раз, как раз в августе не было. В августе будут были в августе? Конечно, были. Ну, мы же на какие-то просим претензии, на какую-то услугу. В августе еще не. Первого августа вы ходите, снимаете. Ну, а что мне еще делать? Вы ходите, кричите. Не-не-не, никто не кричал. Я же вам, смотрите, я же вам не указываю, как вам работать, правильно? Ну, и вы мне не указываете, как мне работать. Я вообще не говорю, нет, ничего. Это моя работа. Потому что у нас есть конфликт, я вам говорю, что у нас нет. Есть конфликт, потому что вы придуряетесь какие-то, придумаете информацию. Ну, вот, по поводу... Конечно. Меня оскорбляет это. Вас оскорбляет чем? Ну, то, что как это, уберите камеру, не снимайте. А, почему? Ну, это, я вторгаюсь, получается, вы вторгаетесь в мою личную жизнь и диктуете мне. А вы мою? Нет, нет, я пришел на работу. Вы закрогу, сколько вы не почитаете? Я могу, могу сам. Почитайте, почитайте. Почитайте все, я понял, вам просто нужно знакомиться, почитайте. Пойдите секундочку. Вы знаете, как были наши рабочие у нас в поиске? Вы пришли, ворвались. Ворвались? Ну, не подыгрывайте, не подыгрывайте. Вы еще не знаете, в чем вы им подыгрываете? Я не подыгрываюсь. Здесь вопросы отмывания денег, уходов от налогов, незаконная деятельность коммерческая. Там, знаете, если, кстати, незаконной коммерческой деятельности наберется кругленькая сумма, то это уголовная статья. Это мне? Нет, не меня. Получается, вы хотите расторгнуть уголовную деньги, фиксировать обламу? Чтобы у нас официально, как бы, часть, момент зафиксировать, и все, а дальше уже? Сейчас мы поставим печати, фиксируем, соответственно, расстроим, алгоритм рассказываем. Расторгиваем договор, применим вот эту сумму, обговорим вот эту сумму тоже, ну, решим тоже за моральную часть, компенсируем, принесем извинения, какие вам нужны, где тоже сделаем. Обговорим. То есть, вы согласны, что был косяк, ну, в соответствии с письмом? Я вам просто расскажу, что тут подстава не с нашей стороны, а с вот этой вот девушкой, которая проводит обучение. У нас с ней есть договор. С Кариной? Да, оказание услуг. Здесь, возможно, была, так как курт был 1 августа, это только начало ее деятельности. Сейчас я тогда, вот тут сейчас доверят вам, и все остальные вещи. Хорошо, мы вот там подождем. Можно? Я себя уютнее чувствую в общих территориях, чем в кабинетах. Да, Катерина. Да, смотрите, мы можем вам сейчас сделать возврат по вашей претензии. Сразу себе. Замечательно, сразу зафиксируем. Сразу зафиксируем, это да, просто. В общем, да, мы готовы сделать вам просто возврат тогда. Супер. И все прямо сейчас. Да, будете какой-нибудь акт расторжения договора составлять или нет? Да, можно. Или просто... Обязательно, мне все равно нужно обязательно подтверждение претензий. Претензий, чтобы меня не обвиняли в мошенничестве, что я вымогал деньги. Мне обязательно нужно претензию с вашей подписью-печатью, что вы приняли ее. Почему? Мы подпишем с вами просто документ, по которому мы друг другу претензий не имеем. Все, супер. Подготовимся, давайте. Хорошо, договорились. Да, у нас вы не могли вообще как это может быть первые деятельки. Это чисто кто-то вас направил. Среди сюда. Сто процентов. Не было в разработке конкретной, там, было в разработке, что и к вам тоже зайти, потому что вы одна из самых популярных. Взяли несколько популярных. Это было Level Lab Nails и вы. Мы хотели вообще... Мы только-только-только начали вообще об этом говорить и вот первый курс. Ну вот, может, как... Ну, карта, он существовал. Ну, карта, понятно, давно. Это же бренд. Насколько я знаю, вот Карина, вот эта девочка, она давно уже. Она, может быть, прыгает с компанией в компанию? Да, мы занимаемся. Но она давно. Она в Ferris Nail работала. В Ferris Nail, да? Ну, тоже знакомые, кстати. И к ним, может быть, зашли бы. Может, дойдем еще. В никаком случае, когда ничего... Я им скажу прям... Я прям скажу, меня Максим посолкнул. Да, если хотите, да, в рамках претензий, конечно, моральную компенсацию компенсировать. Ну, а вы туда же написали? Да. Написать что-то? Ну да. Если хотите, то да. Что моральная компенсация получена. Давайте. Можем на вашем здесь где-нибудь, на вашем претензии на нас. Мы здесь вот напишем на двух. Моральная компенсация в размере... Вот здесь вот, здесь пяти и здесь пяти. Вот так вот надо разбить. Вот так прекрасно. А, тогда... Семь пятьсот? Десять пятьсот. Тогда смотрите. Соответственно. Соответственно. Вот здесь десять, а здесь пять. Вот так. Все. Эти ваши, эти наши. До свидания. До свидания. Ну, вот и все. Все, дорогие мои. Решили вопрос. Не знаю, полтора часа где-то потратилось. Признали все свои проблемы и косяки. И отпустили с Богом, так скажем. Даже заплатили моральную компенсацию без судебных разборок. В принципе, правильно сделали, мне кажется. Так что вот. Вот так вот. Несмотря на то, что они знали, смотрели видео мое, сами признали, все равно сделали косяк. Поближе. И ровно держим обязательно палец. И здесь как бы мы прям... Метод заливки, он подразумевает то, что мы заливаем. Вот я заливаю. Быстро полимеризуется. Чуть-чуть еще дождусь. Важно...